День с толком За гранью допустимого, но виновных нет. Вандалов сельского кладбища спустя месяц так и не нашли. Череда страшных ДТП не отпускает Алтайский край. С начала лета на дорогах региона ежедневно происходят по несколько жутких аварий. По предварительной информации МВД региона, в июне случилось 63 ДТП. В них 6 человек погибли и почти 100 пострадали. Больше 20 из них – дети. Что или кто виновен в всплеске ДТП, расскажет Маргарита Гартунг. Вечер накануне. Трасса Барнаул-Новосибирск. Лобовое столкновение фуры и легкового автомобиля. Обе машины в кювете, о пострадавших пока не сообщается. Но они наверняка есть. И так каждый день июня. Статистика ДТП, как сводки с фронта. За 8 дней июня 89 пострадавших и 6 погибших. Сильно много ДТП за один день. У нас что, обострение после ковида, что ли? Это какой-то трэш с авариями. Водители тоже несутся, как угорелые. Боятся на тот свет не успеть. Даже страшно в Инстаграм выходить. То аварии бесконечные, то пешеходов сбивают. Среди участников аварии и водители авто, и других мобильных средств передвижения. А также пешеходы. Так, в Бийске водитель на зебре не заметил мальчика, который переходил дорогу. Ребенок госпитализирован с травмами различной степени тяжести. А про шофера пишут, что он пожилой и плохо видит. А это недавний случай в спальном районе Барнаула. Ребенок неожиданно выскочил на дорогу на самокате. Большинство аварий со страшными последствиями происходят на дорогах федерального и регионального значения. То есть за пределами населенных пунктов. В городах же нередки такие наезды на пешеходов и велосипедистов. Увеличивается скорость транспортных средств, так как дороги ни гололеда нет, дороги отремонтировали. Водители превышают установленную скорость, нарушают безопасную скорость, когда нужно ввести транспортное средство, обеспечивая полный контроль за движением. И снижать скорость, когда возникает опасность, вплоть до полной остановки для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Сами дорожные инспекторы признают, что с наступлением лета жители края словно потеряли бдительность. Некоторые грешат на погоду. Мол, из-за жары и перепадов температуры люди становятся раздражительнее, и им сложнее себя контролировать, в том числе и за рулем. Есть и такие, кто во всем винит астрологию. Сейчас очередной период ретроградного Меркурия. Но какой бы ни была погода или настроение, стоит помнить, дорога – это зона повышенной опасности, говорят в ГИБДД. Правоохранители наверно увеличить число рейдов на дорогах края. Правда, подчеркивают, везде патруль не выставишь. Поэтому каждому участнику движения стоит быть ответственнее и за свою, и за чужие жизни. Маргарита Гартунг, Андрей Печоркин. День с толком. Барнаульские перевозчики передумали повышать цены за проезд. Напомним, два дня назад стоимость билета на некоторых направлениях в городе повысилась до 28 рублей. Речь идет о нерегулируемых маршрутах. Таких в Барнауле – 22. Они не компенсируются за счет средств бюджета, а значит, власти не влияют на утверждение их тарифов. Также в июне несколько маршрутов планировали повысить проезд на 1 рубль, другие – на 5 рублей. Рост цены перевозчики аргументируют обновлением автопарка и ростом стоимости расходных материалов. Так вот, накануне перевозчики почему-то передумали повышать стоимость билета. Пользователи соцсетей уже предположили, что это было политическое решение, однако перевозчики это отрицают. Основная причина, по их словам, отток пассажиров. Многие студенты уехали домой, часть барнаульцев уезжает жить на даче, остальные пассажиры могут пересесть на регулируемые маршруты. Мы подняли, просчитали все, а потом мы, честно говоря, не надеялись и видно, что будет отток такой большой. Еще до того, как еще студенты не ушли. Мы-то думали, что будет процент даже до 5, а вышло намного больше. Разница очень большая, поймите. Те, кто на регулированном тарифе, у них проезд дешевый. Но цену перевозчики в этом году все же планируют повысить, только уже осенью. К другим темам. Пассивная компания в крае выходит на финишную прямую. Так, основных сельхозкультур посеяно уже 98% от запланированного объема. Об этом сообщил министр сельского хозяйства края Александр Чебатаев во время онлайн-форма. Структура посевных площадей в сравнении с прошлым годом не изменилась. На зерновые и бобовые культуры выделено более 3 миллионов гектаров земли, на технически свыше миллиона. При этом Александр Чебатаев отметил рост площадей севозимых зерновых. Также на 24 тысячи гектаров больше, чем в 2020 году отвели под посев гречихи, вывозить которую за границу недавно временно запретили. Ограничения действуют до 31 августа. Это влияет на закупочные цены культуры. Они снижаются, что невыгодно для производителей. Добавим, в крае на данный момент хранится 50 тысяч тонн гречихи, и этого запаса нашему региону должно хватить до сбора нового урожая. Что касается роста цен на подсолнечное масло, то министр связывает это с возросшим спросом на сырье. На этой неделе отмечают Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Вопрос актуальный, тем более летом, ведь жаркий сезон, пора не только отпусков, но и пищевых отравлений. Кто следит за безопасностью продуктов в крае, что в них порой находят жители, как можно проверить соответствие колбасы ГОСТом, и главное, куда жаловаться, если вы отравились. Это испытательный центр пищевых продуктов. Сюда, со всего края, производители везут макароны, муку, масло, крупы, конфеты, чтобы исследовать на соответствие нормативам. Но приносят продукты и покупатели. Порой товары на полках не проходят по ГОСТу, а порой... Были и спорные моменты, когда, допустим, в хлебе были кусочки стекла, и между предприятием и потребителем в этом случае был спор, и мы стороной были защитников потребителя в этом случае, что мы по органолептическим показателям определили наличие этого стекла в хлебе. Это редкие случаи. В основном же проверка выявляет несоответствие стандартам качества, а еще чаще выявляет хитрецов. Закон позволяет производителю сочинить стандарт в обход ГОСТа. Так называемые ТУ и СТУ на упаковках чаще говорят о невысоком качестве. Дорогие ингредиенты заменяют на дешевые. Это особенно любят изготовители конфет, десертов, шоколада и самые разные выпечки. Все в рамках закона, а вот уже в лаборатории Роспотребнадзора находят и фальсификат. В последнее время стоит отметить, что участились случаи фальсификации молочной продукции, в частности жрами растительного происхождения. Также участились случаи обнаружения контаминации пищевых продуктов животного происхождения, а именно мясо, полуфабрикаты мясные, как мясо, так и субпродукты, и птица в том числе, на содержание антибиотиков и антимикробных препаратов. Антибиотиков в мясе стало больше, но чаще содержание не превышает норму. В этой лаборатории, можно сказать, исследуют вообще все, что возможно, на все необходимые показатели. Здесь можно увидеть любой метод от простого тетрования до работы на спектрофотометре. Он позволяет определять содержание, очень низкие содержание элементов, металлов преимущественно, в пищевых продуктах, в воде, и делает это методом атомной абсорбции. Отправить сюда продукты может кто угодно, но если вы просто хотите узнать, насколько качественную колбасу купили, придется заплатить. Цены самые разные, в зависимости от сложности анализа. А вот если вы продуктом отравились, по закону проверить его должны бесплатно. Для юрлиц, по чьей вине отравился потребитель, сумма штрафа составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Кстати, чаще всего объектом такого исследования становятся шаурма и беляши. А вот просто качество того, что мы едим, вызывает вопросы почти в любой области пищепрома. Вы смотрите на полки магазинов. Много там того, что вы сами никогда бы не взяли? Очень много. Ужасает ситуация на самом деле. Андрей Дриер, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком. Инспекторы гостехнадзора накануне проверили батуты в Барнауле, Новоалтайске, в ряде районов края и приостановили работу всех, кто попал под проверку. Специалисты выявили множество нарушений. А как показывает жизнь, любая ошибка может дорогого стоить для владельца аттракциона. Вспомни только случай, который произошел в Барнауле 30 мая. Возле торгового центра перевернулся батут. В результате нескольких детей подбросило. Две девочки получили серьезные травмы, обе в тяжелом состоянии. Как нам сообщили в прокуратуре края, проверки аттракциона в регионе продлятся до 25 июня. Из более чем 52 тысяч жителей края, переболевших коронавирусом и нуждающихся в восстановлении, реабилитацию прошли 75%. Где и как можно поправить здоровье после тяжелой чумы 21 века, смотрите далее. Принять пищу, чтобы я не могла полностью, мне надо было половину принять, а половину отдохнуть. Понимаете, вот такая слабость. Сейчас она меньше, но все равно держится. Пенсионерка Дарья Кравченко ковид перенесла еще в сентябре. Болела тяжело. Десять дней пришлось отлежать в госпитале с пневмонией, но и после выписки сохранялась сильная одышка. Ходить практически не могла. Восстановлением сначала занимались врачи второй городской поликлиники, затем женщине позвонили и предложили частный дневной стационар в Нагорной части Барнаула. Бесплатно. Здесь такая дыхательная гимнастика замечательная, что я уже прохожу довольно длительное расстояние, метров 500 и больше, чтобы мне отдышаться. И я рассчитываю, что после этого лечения здесь я буду чувствовать себя намного лучше. Под пациента каждого подбирается индивидуальная программа, но в основном эта программа включает в себя дыхательная гимнастика, соляная пещера, галлотерапия, дренажный массаж грудной клетки и бассейн, чередующийся с различной механотерапией. Либо это беговая дорожка, либо это велотренажер. На лечение в этот дневной стационар барнаульцев теперь направляют по полису обязательного медицинского страхования. С января 2021 года в клинике «Территория здоровья» реабилитацию прошли 100 человек, переболевших коронавирусом. Тех, кому самостоятельно восстановиться практически невозможно. Это нарушение функций дыхательной системы, это нарушение функций сердечно-сосудистой системы, такие как одышка, возникновение сердцебиения, невозможность активной жизни, которая была до ковида, повышение температуры терроролада, субфибрильных цифр при физической нагрузке. Это могут быть выпадения волос, нарушения обоняния, неврологические симптомы. То есть мы все сейчас понимаем, что ковид настолько разнообразен. Пациенты находятся у нас в течение 10 дней и, как правило, все выписываются с улучшением. В основном это женщины 79%, средний возраст 60,5 лет. До конца года только в этом медицинском центре реабилитацию смогут пройти еще 200 человек. Врачи говорят, несмотря на то, что на ближайший месяц все расписано, попасть к ним реально. Если помощь действительно необходима, обращайтесь в поликлинику по месту жительства. Кстати, восстановление после ковида, рассказали нам сегодня, доступно не только барнаульцам, но и жителям края. Ведь его оказывают в том числе в больницах и поликлиниках региона. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Разрушителей сельского кладбища в Первомайском районе еще не установили. ЧП случилось месяц назад, тогда вандалы в буквальном смысле разнесли десятки надгробий, не пощадив могилы ни детей, ни ветерана Великой Отечественной. Инцидент вызвал волну негодования в соцсетях, но до сих пор часть надгробий не привели в порядок. Местные жители убедительно просят правоохранителей, наконец, обратить внимание на проблему, найти виновных. И у людей даже есть несколько версий на этот счет. Вопиющее происшествие настигло село Логовское сразу после родительского дня. От увиденного на кладбище местные испытали шок. Они обратились за помощью в СМИ и к местным властям, но, по словам людей, руководство муниципалитета бездействует. Администрация села обещала финансово помочь пострадавшим, однако сейчас людям приходится восстанавливать могилы за свой счет. Но не у всех есть родственники, готовые тратить на это десятки тысяч рублей. Так, например, это могила усопшего ветерана Великой Отечественной войны, и ей просто некому заниматься. Застать главу села Вячеслава Роганова нам не удалось, зато мы пообщались с местным участковым, на которого также обижены некоторые жители. Они полагают, что полицейский недостаточно активен в поисках вандалов, и тому есть веская причина. По мнению селян, виновником покоя усопших может являться племянник участкового. Люди рассказали, что проблемный подросток весной разбил окна в школе и сломал детскую площадку. Но с этой версией согласны не все. Я не думаю, что это именно среди наших людей, молодежь, могла это сделать. На того, на кого мы думаем, что у него разграблены у бабушки, у дедушки, у тети, разграблены могилы. Вы сами видели, памятники сломаны. Так что я не думаю, что это среди нашей молодежи кто-то это мог сделать. Сам участковый убежден в отношении племянника домыслы. При этом правоохранитель признался, что местной полиции пока не удалось установить разрушителей школы и кладбища. Это ничем не подтверждает. Ни документально, ничего нет. А то, что говорят, у нас много чего говорят. Местные жители склоняются к тому, что вы просто покрываете его. Ну, пусть говорят. У нас всегда что-то говорят. Еще одна версия – к вандализму на кладбище могут быть причастны работники похоронной сферы. По мнению местных, таким разрушительным способом ритуальные службы поднимают спрос на свои услуги. Если, может быть, кто могил именно похоронами, вот эти службы, может быть, у них какая-то конкуренция или там что-то такое. Мы, в свою очередь, обратились за комментарием в Краевое МВД. Там нам пояснили – следствие ведется, версии отрабатываются. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отделе полиции создана и работает специализированная следственно-оперативная группа, в состав которой включены сотрудники отделения дознания, уголовного розыска, участково-уполномоченные полиции. Правоохранители сообщили, что назначили ряд экспертиз. Правда, каких и для чего – не уточнили. Сельчане же просят найти виновных как можно скорее. По их словам, за столетнюю историю села никогда прежде не посягали на сакральные места. Это уже за гранью допустимого. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае вовсю готовятся к празднованию Дня России. Часть мероприятий пройдет заранее. К примеру, 11 июня на площади Мира в Барнауле дети смогут рисовать на асфальте. Тематика патриотическая. Ну, конечно, основные мероприятия запланированы на 12 число. На площадях Сахарова, Советов и у нулевого километра прохожим будут раздавать ленточки триколора. В 15 часов на площади Сахарова по традиции пройдет концерт творческих коллективов города и Барнаульского духового оркестра. Неподалеку развернут пункт по отбору граждан на службу по контракту. А вечером здесь же на Сахарова стартует молодежная программа «Россия молодая». Праздничные торжества пройдут и во всех районах Крымой столицы. Ну, а на десерт в 22.30 на Сахарова запустят фейерверк. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok